Нарушение осанки, болезни позвоночника и суставов – это далеко не весь перечень последствий гиподинамии. Современный человек ведёт малоподвижный образ жизни. Этому способствует офисная работа, просиживание у крана телевизора или компьютерного монитора, говорят медики. Из-за этого людей с заболеваниями позвоночника с каждым годом становится больше. Можно объяснить тем, что начиная со школы у нас сейчас очень ослаблено внимание к детям. Начинаются явления нарушения осанки, сколиоза, которые приводят потом уже в юношеском, зрелом возрасте к заболеваниям позвоночника. Проблемы со спиной возникают и после занятий спортом. В медицинском оздоровительном центре «Фортис» помогают справиться с различными заболеваниями позвоночника и суставов. С каждым клиентом занимаются индивидуально. Есть небольшая грыжа дисков в позвоночнике. Уже спустя два месяца, которые я сюда проходила, чувствую, что мне легче утром вести себя и в жизни, и болевые ощущения меньше становятся. Опытные специалисты и высококвалифицированные медики работают с клиентами разного возраста, в том числе и с детьми. В залах современные тренажёры. Комплекс под названием «Давид» диагностирует позвоночник, определяет степень его подвижности и состояние мышечной массы. Это позволяет предупредить и вылечить распространённые заболевания спины, а также закрепить результат. Делают в центре различные виды массажа, а также проводят лабораторные исследования. Также в центре «Фортис» есть несколько залов, в которых проходят различные фитнес-направления. Это йога, колонетика, стрейчинг, пилатес, различные суставно-мышечные гимнастики, танцы. Есть группы для маленьких деток. В нашем центре также есть физиотерапевтическое отделение. Физиотерапия – это эффективное лечение заболеваний различными методами, например, ультразвуковой или магнитотерапией. Медики напоминают, подвижный образ жизни и занятия спортом помогают не только восстановить здоровье, но и предупредить заболевания. Марина Ступак и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».